Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Если у тебя газовая плита и ты регулярно на ней что-то жаришь, то рано или поздно верхняя поверхность кухонной мебели покрывается жиром. Смешиваясь с пылью, он превращается в ужасную липкую массу, отмыть которую, по правде говоря, довольно сложно. У старшего поколения существует свой способ решения неприятной проблемы. Но многим сегодня он покажется допотопным и неэстетичным. Что лучше – постоянно соскребать с кухонных шкафов жирный налет или раз в месяц застелить их газетами? Взвешиваем все за и против. Старые газеты. Про газеты на шкафу я узнал еще в детстве от бабушки. С тех пор много воды утекло. Появились импортные моющие средства, микроволновки, стали повсеместным стандартным кухонные вытяжки. Но жирный налет из пыли и жира, не спешит сдавать свои позиции. Несмотря на то, что люди стали больше готовить в микроволновке и меньше жарить, вытяжка, особенно недорогая, не всегда решает проблему. К тому же она неэффективна без хорошей вентиляции. А ее внутренности со временем тоже обрастают жиром и копотью. Капли раскаленного жира, пар от готовящейся пищи, продукты сгорания некачественного газа, сигаретный дым и вездесущая пыль. Все это смешивается и оседает плотным слоем на горизонтальных поверхностях. Хорошо, если до них легко дотянуться, чтобы каждый день смахивать пыль. Но добраться до верхней поверхности кухонных шкафов, особенно пожилым людям, бывает нелегко. И тут выручают газеты. Раз в две-три недели нужно аккуратно свернуть и выкинуть бумагу с накопившимся мусором. После чего легко пройтись по крышке влажной тряпкой. К тому же газета защищает поверхность мебели от выцветания. Как вариант, содержащий вредные свинец газеты, можно заменить фольгой, тонким линолеумом или пищевой плёнкой. К пищевой плёнке лучше прилипает пыль и копоть. Она не коробится и лучше держится на поверхности мебели. Линолеум хорошо держится, его не сдувает ветром из форточки. И главное, его легко помыть и снова положить на прежнее место. Радикальное решение проблемы – поменять газовую плиту на электрическую или установить кухню под потолок. Ранее мы уже рассматривали преимущества и недостатки такого дизайна и рассказывали, как поднять до потолка старые шкафы стандартной высоты. Кроме этого, старую газету можно использовать и в других целях. Например, если отделение для овощей и фруктов застилать газетой, то в нём будет приятный запах и не будет влаги. Также невероятно простой и эффективный способ сделать окна идеально чистыми и сверкающими. После того, как окна вымыты, их насухо вытирают газетой. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумное. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok